Начали с приятного. Главному финансисту Сочинской мэрии за многолетний труд Анатолий Пахомов вручил медаль признания и почет сочинцев. Должность начальника управления по финансам администрации курорта Сергей Щербинин занимает 15 лет. Само же планерное совещание глава курорта начинает с ситуации на дорогах. Парадокс, но с завершением пляжного сезона в городе начались пробки. Машин убавилось на целых 20 тысяч, отмечает градоначальник. И несмотря на это, заторы наблюдаются во всех районах курорта, особенно в Адлерском направлении. Там просто пробка стоит до хосты. До хосты, такой маразм. Потому что бардак творится. Такси, автобусы, все подряд. Мы не можем смотреть равнодушно. Когда было казачество стояло, у нас такого не было. Анатолий Пахомов обращается к руководству ГИБДД с просьбой оперативнее реагировать на проблемные ситуации на дорогах. А в помощь инспекторам на трассу снова выйдет казачество. Еще один вопрос, возникший с началом бархатного сезона – уличное освещение. Местами не горят не только обученные фонари, но и декоративные чайки с пальмами, призванные светить всегда и везде. Елена Борисовна, значит, сегодня же проедьте по всему федеральным. Посмотрите, в каком состоянии световая подсветка. Я просто в ужасе. Света половина нет. Если ехать на Красную Поляну, ближе к самому эстасадку, там вообще этих фонарей не горят, они просто, их надо включить. Никто этим не занимается. Что происходит? Вы же называетесь департамент городской среды и дизайн? Это дизайн? Чтобы световое оформление курорта работало в полном объеме, ответственным, а в первую очередь муниципальной организации «Сочи свет» даны лишь сутки. С хорошей новости свой доклад начал замглавы курирующей вопросы ЖКХ. Юрий Паломарчук отчитался о проделанной за месяц работе по вопросам газификации. Решили вопрос с Горгазом по уменьшению стоимости врезки, по уменьшению стоимости производства работ СМР. Более чем два раза даже эта цифра уменьшена. Во многие дома газ пришел. Цивилизация в виде голубого топлива приходит и в отдаленные села Адлерского района. А там его ждут дольше всего. На сегодняшний день к заветным желтым трубам подключаются в Нижней Шиловке, Молдовском, Кудепстинском сельских округах. Подготовили техусловия и более 90% краснополянцев. Но эти цифры главу города не устраивают. Тем более, что в некоторых поселках, к примеру, в Липниках у хозяев домовладения не решены вопросы с земельной документацией. Анатолий Пахомов работу куратора, у членов специально созданных штабов признал неудовлетворительной. Решать вопросы, которые тормозят процесс газификации, мэр будет лично и на местах. Газ должен поступить в дома сельчан в течение 10 дней. Свои цифры озвучили и начальники городских управлений, которые мониторят ситуацию с неформальной занятостью на предприятиях курорта. Тут успехи есть. В одной только потребительской сфере за месяц заключено более 2,5 тысяч трудовых договоров. 10 миллионов. Уже у нас нет даже в Российской Федерации. Не то, что муниципалитетно такого. На 10 миллионов мы уже ставили. Штрафы у меня... Сколько заключено трудовых договоров? Ирина Васильевна, сколько вы заключили трудовых договоров? 10 тысяч. Итоги работы городских чиновников оценят и народные избранники. Проблемные вопросы еще раз решено обсудить в рамках сессии городского собрания. Назначена она на понедельник.